Для обработки ошибок в Excel существует три функции. Первая функция EOSH. У нее один параметр, это ячейка, которая проверяется на ошибку. И возвращает эта функция истина или ложь в соответствии с результатами проверки. Но эта функция не обрабатывает ошибку нет данных. Также еще нужно остановиться на одной из ошибок, когда ячейка заполнена полностью решетками. Это ошибка не в вычислении, ошибка несоответствия формата и значения в ячейке. Так как функции обработки ошибок проверяют правильность вычисления, а не правильность формата ячейки, то естественно они не будут никак реагировать на эту ошибку. Вторая функция это E-ошибка. Эта функция работает абсолютно идентично первой. Единственное отличие ее, что она ошибку нет данных воспринимает как ошибку. Вот видите разницу между E-ошибкой и E-ошибкой. Третья функция, которая появилась только в 2007 офисе, это функция E-ошибка. Эта функция, в отличие от первых двух, принимает два параметра. Первый параметр это проверяемая ячейка. А второй параметр это возвращаемое значение функции, в случае если первый параметр вернет ошибку. В случае если в первом параметре ошибки нету, то функция возвращает значение, которое вычисляется в первом параметре. Мы видим, что в первых семи строчках у нас ошибка, функция вернула нам слово бинго. А в последней восьмой строке у нас нету ошибки вычислений, и функция нам вернула значение, которое вычисляется в этом параметре в первом. Функцию если ошибка можно смоделировать с помощью двух функций. Это функция, например, E-ошибка и функция если. Функции E-ошибка мы проверяем на наличие ошибки в проверяемой ячейке или выражении. А функция если возвращает нам значение бинго или значение, которое вычисляется в проверяемой ячейке. Если не написать третий параметр функции если, то она нам вернет значение ложь. В третьем параметре функции если мы можем добавить вычисляемое значение проверяемой ячейки. Получили абсолютно идентичные данные функции если ошибка. Получили абсолютно идентичные данные функции. Продолжение следует...